Я полгода строил себе прекрасный дом в Майнкрафт. Да, я не самый лучший строитель. Несколько месяцев взращивал картофель в своем собственном огороде. Да, я не самый лучший садовник. Но в конечном счете я наладил прекрасную и комфортную жизнь в этой местности. Завел себе друзей. И у меня даже появилось два прекрасных сына. Один послал меня куда подальше и ушел, другого я держал в заперти. Да, видимо, я не самый лучший отец. Но в этом выпуске моя жизнь кардинально изменится. Мне предстоит пройти суровейшие испытания. И чтобы пророчество, в котором я буду замешан, свершилось, мне понадобится твоя помощь. Смотри это видео внимательно и смотри до конца. И тогда ты узнаешь, как получить тысячи реальных долларов. Всем хай! С вами Юджин. И сегодня, друзья, мы с вами снова играем в Майнкрафт. Сколько уже времени прошло? Полгода с последнего выпуска. И мы закончили на очень клевом моменте, когда у меня уже был такой довольно-таки неплохой дом. Даже собственные сыновья появились, которые заботились, надеюсь, о моем доме, пока меня не было. И, короче, какие-то приключения нас сегодня ждут. Посмотрим, может быть, выполним ваши челленджи, а может быть, придумаем что-нибудь свое. Понеслась! А нет, не понеслась. Прежде чем понеслась, поставь лайк, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропускать все новые видосы по Майнкрафту. И поверьте, их стоит увидеть. Это будет офигительно. А теперь понеслась! Ох, какое приятное солнце! Вон мой дом, ну и что? Почему я вижу дырку в своей крыше? Какого хрена? Какого? Это, походу, страстный сон какой-то мне снится. Или нихрена? Почему повсюду пожар? Нет, 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 мой дом! А как же мои сыновья? Бобби исчез! Или как там его звали, я не помню. Еще и грабанули меня! Кто это мог со мной сделать? Я прикинул все варианты. Сомнений нет. Это сделали они, мои сыновья. Все, что у меня осталось, это картошечка. В целом, неплохой старт. Но чисто вот из принципа, мне очень обидно, что они так со мной поступили. Я любил их, я взращивал их. Я запирал их в комнате безопасной, тесной. Знаете, приятной, когда одеялком заворачиваешься. И так прям вот, прям безопасно, короче. Почему ему не понравилось? А второй, Джон, его звали, точно. Он просто свалил. Но потом, видимо, вернулся, пока я спал, освободил Боба. И вот, что они со мной сделали. Положгун! Он тоже исчез. Мой подвал, мой подвал. Блин, так. Здесь должен был быть я. Но меня здесь нет. Они украли меня. Уточка! Мистер Утка 2020. Пропал без вести. Расфигачен без повода. Надо написать здесь. Расфигачен без повода. Так, дело не пойдет. Я должен проучить своих сыновей. На батьку руку поднимать. Ломать его дом, который я строил для них в том числе. Нет. Я должен все восстановить. Куда я что? Чем-то мне это напоминает Портал 2. Какого дьявола? Где я? Я что, в аду? Я же самый святой человек. Что я тут делаю? Так. Что это? Активировать. А? Это квест? Это загадка? Мне же пролить это с надобья. Куда мне его повернуть надо? А, нет. Надо было просто нажать. Зелье огнестойкости. О, это в тему. Тут много огня. Я думаю, мне пора пить. Так я и решаю все свои проблемы. Отлично. Пошла в жопу зелье. А долго ли оно действует? Вот сейчас и проверим. Походу, я отсюда не выберусь. Так, сейчас. Я должен что-то сделать. Дайте зелье. Сатана, если ты значишь меня, дай мне зелье прыгучести. Нет, я сейчас смогу. Я сейчас смогу. А. Я выбрался. Ух. Я должен отсюда выбираться, потому что мне еще дом строить. И мстить моим сыновьям. И я подозреваю, что именно из-за них я здесь. Черт, меня пугают эти квадраты огромные. Так, но если у меня огнестойкость, то я так понимаю, в лаву можно прыгать как в воду. Спокойно. Нет, я горю. Я горю. И огнестойкость тут совсем не помогает. Нет, помогает огнестойкость. Просто об лаву можно больно удариться, походу. Мне надо сныкаться. Как выбраться из ада? Мне кажется, нужно смотреть на самые светлые участки и идти к ним. Если это не лава. Блин, что это? Перестань гореть. Да, боже мой. Хоть у меня и огнестойкость, но это все равно как-то неприятно. Чисто вот морально. Так, картошечка. Помоги мне. Мне нужно залечиться. Надо тратить с умом картошку здесь. Открыть новые рецепты. Загните в справочник. Узор флага. Нечто. Что? Нечто. Нужно бумагу и яблоко. Короче, но я только вижу яблоко здесь. Попробуйте дальше. Здесь вроде как можно пройти спокойно. Какая-то табличка. В этой крепости шла война за каждую жизнь. А за мою жизнь кто будет выиграть? Надеюсь, моя жизнь не исключение. Здесь я должен буду перепрыгнуть. Ой, я себе не доверяю в этом плане. С шифтом все надежно работает. Хорошо, прыжок. Просто душа в пятки ушла. Как это страшно. Дитя, я храбрый. Изделие храбрости, я в него упал, когда родился. Прыжок. Так, а вот это уже надо как-то с шифтом. Прыжок. О, боже мой. Смотрите. Книга и перо. Думагу, да? Книжка. Страница один из одной. Что хорошо? Все, что повышает в человеке чувство власти. Волю к власти. Самую власть. Что дурно? Все, что происходит из слабости. Антихрист. Фридрих. Ницше. Глубоко. Куда мне дальше-то? Я так понимаю, мне нужно вернуться. Оп. Осторожней. Прекрасно. Кто это? Что? Оно отцу дарет. Что-то очень милое. Судя по голосу. Так, мы можем спуститься, кстати, здесь. Кто ты? Милое создание. Страдающее. А, вот оно. Нет, оно не милое. Пошло оно в жопу. А! Твою мать! Твою мать! Нет. Я еще и горю. Все, погибель. А! Так. Я снова здесь. Твою мать! Еще был какой-то шанс, что это всего лишь сон. Но нет. О, еще одно зелье. Так, забираем. Его надо пить. И причем сразу же. Сразу же после того, как я его выпил, идти вниз в лаву. Вот сюда, например. Ах! Я умер. Ах! Почему? Почему я умер? Ах! Боже мой. Первые два раза были еще такие терпимые, но третий совсем пипец. Я думал, к смерти можно привыкнуть. Так. Зелье. Мне нужно еще одно зелье. Или я все израсходовал. О, нет, смотрите, еще одно зелье. А, что это? Да ты задолбал подыхать. Как-то даже неловко перед властителями этого мира. Тут страшно и сложно. Особенно таким, как я. Нежным, добрым людям, которые созданы для того, чтобы жить только в раю. Ладно, давайте пьем. Кто первый упадет? Я или колба? Оп! Я тяжелее. Так, выходим. А, прокоцался. А, все. Кто это? Это зомби. Я должен сейчас колбой его забить. Подохни! Отдай меч! Пою мать! Ах! Адски сложное место. О, колба еще одна. Хаваем. Так. Прыжок. Смерть мне к лицу. Колба мне! На, жри. Окей, где... О! Вот так бы сразу. Вот вечно надо, знаете, настаивать на своем. Мне нужно много колб. Прекрасно. Пьем и ныряем. О, хорош. Прижгло. Но так и должно быть. Все, идем. Так, этот чел исчез. Он, наверное, не выдержал того, что он со мной сделал. И покучил с собой. И попал в ад. То есть я сейчас его увижу. Блин. Так, я устал гореть. Что это за рыжая борода? А, все. Отлично. Стоп! Чуть не упал. Надо смотреть бод ноги. Нет, вот он. Он попал в ад. Все, я сюда. Я в помещении. Да, блин. Забыл сгруппироваться при падении. Наконец-таки я вышел в новую комнату. Я продвинулся дальше. Кто бы то ни был. Тот, кто за мной наблюдает. Смотри. Я прогрессирую. Это доспехи, которые, видимо, я должен надеть. Я выбираю свой фэшн-стиль. Вот этот. Правильно я сделал, интересно? Конечно, правильно. Я не могу ошибаться. Это что, стойка для брони? А, отлично. Но стойку для брони я, наверное, выброшу. Но погодите, а что если я хочу эту броню? Я возьму ее. Значит, смотрите. У нас койф. Когда надеты на голову две брони. Но есть незеритовый шлем. Он гораздо круче. И незеритовая броня. Лестница вниз. Многообещающее. Сулит спасение. О, нет. Начинается лабиринт. Моя слабая сторона. Есть правило. Всегда держаться левой стороны. Пойдемте, будем держаться левой стороны. Если держаться левой стороны лабиринта, то мы найдем меч албазный. Есть. А это какой меч? Тоже возьмем. Левая сторона привела меня к чему-то позитивному. Мною движет мечта. Мечта о новом доме. Я стану лучшим в этом мире. Может быть, сейчас я и нуб? Это только на поверхности. Внутри я еще больше нуб. Есть еще места в этом лабиринте, которые я не исследовал. Вот они. Еще мечи. Забираем. Все прекрасно. Я нашел нечто новое и захватывающее. И скрасил свой день таким образом. Вот. Еще мечи. У меня уже нет места под мечи. Придется выкинуть колбу и выпить. Много мечей не бывает, как говорится. Я знаю, что надо делать. Идеально. Гениально, идеально. Я буду помечать все места, которые я был. Вот таким вот образом. Получается все, лабиринт закончился. Немножко обидно, что я такой ущерб нанес. Но ничего. Главное, я нашел мечи. И могу идти дальше теперь, судя по всему. Дерево влево. Камень вправо вниз. Это время-то было? Или только сейчас появилось? Только сейчас появилось. Сто пудов, иначе я бы заметил. Дерево влево. Какое дерево? У меня нет дерева. Здесь нет деревьев. О, яблочки, отлично. Кто-то заботится обо мне. Не, ну если и яблоки подкинули, то, может быть, и подсказки изменились и стали попроще. Нет. Все точно так же. Дерево влево, камень вправо, железо, золото. Блин, может быть, это связано как-то с деревом вот на этих стойках? Не-не-не, стоп. Низерит. И меч у меня незеритовый. Алмаз и меч алмазный. Блин, я не должен был их брать. Черт. Их надо было крутить на тех штуках, походу. А где те штуки? Как я теперь их найду? Дерево влево, камень вправо-вниз. А, они вернулись. Значит, смотрим. Да я мое, не ту кнопку нажал. Влево, вверх, вправо. О, боже мой, работает. Картина. Мы должны ее посмотреть. Как нам посмотреть картину? Не знаю. Право. Вот, в сундуке сундук. В смысле? Осталось найти последнее. А, право. Нет. А, Евгений подзабыл. Есть. Методом тыка. Эндер-жемчуг. Что-то дорогое, судя по всему. Выход. Как быстро я его нашел. Погодите. О, охренеть можно. Какое-то, что это за горошина волшебная? По ней можно забраться? По ней можно забраться. А, я перестаю по ней забираться. Надо постоянно применять усилия. Все. Чувствуется прогресс. Это адская уточка. И что-то там у нее на лбу. Что-то манящее. Я хочу это. Прелесть. Эндер-жемчик. Я же должен туда его швырнуть. Давай. Оп. Есть. Докинул. Погодите. Утка в доступе. Я должен посмотреть, что там. Отдать душу великой утке. Это курица. Так. В смысле это курица? Это богохульство. Вот что это. Что это там такое? У нее наверху. Я хочу попасть туда. Богатство. Должен допрыгнуть. Эй. Ау. Кирка. Алмазная кирка получена. Значит, мы сможем теперь соорудить небольшую лестницу туда. Я иду к тебе, уточка. Как сияет. Я должен это иметь. Охренеть я богат. Золотый алмаз. Теперь надо понять, что это такое. Ааа. Блин, 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 блин. Тухни. Нет. Не надо яблоко жрать. Надо пить зелье. Пей зелье. Фух. Так. А это что такое? Это портал. И здесь написано. Деревня утиного культа. А. Звучит как место, которое я смогу возглавить. Ооо. Ох. Что это? Ооо. Обычно люди часами пялятся на картину, а я пялюсь на стенку. Уже даже светать начало. Давайте картину все-таки повесим обратно. Ооо, красота. Погодите, а я эту картину так и не посмотрел. Очень красиво. Я должен исследовать это дивное поселение. Что? Ты местный житель? Так, не смотри. Отвернись. Спасибо. Я должен увидеть, что тут в этом сундучке. Какая-то книга. Слит я из тысяч клинков. Сталь мое тело, а в венах огонь. Не перечесть всех мечей, что я создал. Чужд поражением, так же, как чужд и победам. Я появление ждал через боль, воплощая оружие. Нечем мне... Страница в ряда. Сожалеть. Это единственный путь. Вечно меня окружал клинков бесконечный край. Хорошее стихотворение. Немножко не в рифму, но хорошее. Тут могла быть ваша реклама. Тут и будет моя реклама. Прекрасная реклама. А это что такое? Мы бы тебе книгу... А, я книгу должен здесь расположить. Квест решен, сэр. А, бармен. Ты почему спишь там, а? Бармен. Проснись. Ты должен мне сказать, что здесь произошло. Если ты не против, что я на тебе стою. Не переживай, это ваше обычай, я уверен. Я чту традиции. Что здесь произошло? Он тупой, он ничего не понимает. Куда ты смотришь, кузнец? О! Женек, ты попадешь в деревню. П.С. Олень из ада. Ты как всегда вовремя. Откуда бы ты ни был. Ты всегда вовремя олень. Хорошо, давайте зайдем в соседний дом. Тук-тук-тук. Я открываю. Главное предупредить, а потом уже открывать. Ты здесь, я тебя не заметил. Факел, да, поджигаешь? Чтобы освещение было. Мне кажется, у тебя деревянный дом. Он может сгореть. Имея в виду, я предупредил. Посмотрите, какое офигительно красивое место. Это не похоже ни на одну из деревень, которые я встречал. А при свете луны, так оно еще краше. Собака, почему твоя голова торчит так страшно? Выходи, это кот. Но что он здесь сделал? И куда делся его хозяин? Рычаг, что-то нажалось. Погодите, это специальные панели, они нажимаются. Я меч сюда положил. Может быть, его можно повернуть? Повернуть какую-нибудь сторону? Нельзя. Это очень загадочное поселение. О, нет, 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 нет. Кто тут? Более, да сколько их здесь? У этой деревни серьезные проблемы с монстрами. Им нужен кто-то, кто что-то сделает. И возможно, это будет человек со стрелой в башке. Север, запад, восток. А где юг? Пишите в комментариях, где юг. Житель, примет, что я тебя. Я житель. Пойдем поговорим со мной. Я лягу, ты встаришь на меня сверху. И мы будем общаться. Да, я здесь, я слушаю тебя. Итак, пророчество гласило. Я слушаю тебя внимательно, что за пророчество? Пророчество говорило, что кто-то явится. Кто-нибудь, хоть кто-нибудь явится спасти нашу деревню от монстров. Нашествие монстров, понимаешь? И слава утке, ты пришел. Хоть кто-то пришел. Да, я здесь, я пришел. Я вот случайно сюда пришел. Пойдем со мной, я тебе покажу. Да, да, да. Показывай. Это мой дом. Заходи как-нибудь. Все, я все показал. Какие милые жители деревни. Я думаю, что их надо спасти. Пойдем за мной, я еще тебе покажу. Смотри, это кладбище наше. Много полегло. Не хочу смотреть на это. Это очень грустно. Кто все эти могилы? Что-то мне подсказывает, что они все умерли напрасно. Стоп, это пустая могила? Пройди 200 блоков на север и 57 блоков на восток. Там ты найдешь сундук с кладом. Север, север, север. Здесь была табличка. 57 на восток и 200 на север. Хорошо, пошли. Да я такую сдолбаюсь считать. Хорошо. Раз. Пять. Шесть. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Сот один, пятьдесят. Смотри, я сбился. Девять, девять, сто. Блин, еще столько же. Заткнись, не мешай мне овца. Двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, семь, двадцать, восемнадцать. Утка? Ты здесь, чтобы помочь мне найти клад? Да, ты правильный дежурек. Все, вот сто пудов в ту сторону. Правильно посчитал. Точно, я пришел куда надо. Ха. Шутка, клада нет. Мне понравилась утка. Однако, если так подумать, шутка бесит меня. Очередной дом. Опа, смотрите. Если в доме есть леска, бэч, значит это зачетное место, бэч. Это место словно знает меня. Словно оно ждало именно меня. Заходи, что я скажу. Встань на меня сверху. Я встал. Что надо? Итак, тебе уже сказали про пророчество? Да, вот только что. Окей, тогда все. Твою мать. Меня бесит они уже. А вот древняя библиотека. И здесь тоже чувак лежит. Все, я понял, я встаю. Я старший здесь. И ты должен кое-что знать. Да, я слушаю. Итак, пророчество. Видишь ли, наша деревня была проклята после того, как что-то произошло. О чем мы и не знаем. Но что-то явно произошло, потому что хрень полная происходить начала. Я согласен с тобой. Мне тоже досталось. Ну так вот. Монстры стали нападать на нашу деревню просто постоянно. Вот прямо сейчас даже. Сейчас, подожди чуть-чуть. Я поем, а ты говори. Ой, это не то. Вот золотое яблоко. Что? Что это было у тебя в руках? А это просто яблоко. Нет, вот другое. А вот это? Мать моя, это правда. Что правда? Ты избранный. По-любому. Я раньше сомневался. Но вот с этой штукой сто пудов. Это же просто яблоко. Да я не про яблоко говорю. Семена? Нет. Гнилая плоть? Да нет. Алмазный блок? Что, у тебя еще и алмазный блок? Да, у меня тут два блока. Золотой и алмазный. Так ты вообще просто тысяча, тысяча процентов избранный. Воу, нифига себе, как повезло. Охренеть, не встать. Я и не буду вставать. Я спать хочу. Вот такие вот дела. Ты поможешь нам? Пожалуйста. Конечно, я вам помогу. Но сперва вы поможете мне. Уважаемые старейшины утиного культа. Я тот самый избранный, о котором говорилось в вашем пророчестве. Спасибо. Избранным меня делает не сила, ум или лидерские качества, а вот эти артефакты. Почему-то вы уверены, что они драгоценные. Но кто я такой, чтобы вас переубеждать? И в это смутное время, когда ваша деревня подвергается постоянному нападению монстров, я использую силу этих артефактов, чтобы изменить жизнь к лучшему. И начну я с того, что найму жителей вашей деревни, чтобы они построили мне новый дом. Новый прекрасный, шикарный дом. Видите ли, мой старый дом был разрушен, я его полгода строил, но вот он, все, его хана. Нужен новый. И только после этого, заимев новый дом, я смогу начать работу над спасением вашей деревни. Дедушка, не отвлекайся. Спасибо. Друзья, мне понадобится 10 строительных бригад по 10 игроков. А всего 100 отважных креативных строителей в Майнкрафт. В следующей серии по Майнкрафту вы будете строить мне шикарный дом. И авторы самого лучшего дома получат 1000 реальных долларов. Поэтому, если ты опытный строитель в Майнкрафте, вступай в мой Дискорд канал и подавай заявку на участие в масштабном строительстве, которое пройдет в следующей серии по Майнкрафту. Подробности в описании.